Предположим, я вас оскорбляю. Я произношу ругательство. Это не пуля. Оно не настигает и не поражает вас. Но эта ваша реакция вызывает страдания, не так ли? Если я с улыбкой оскорблю вас на неизвестном вам языке, вы решите, что я говорю вам приятные вещи, не так ли? И вы мне любезно ответите. Уверяю вас, переживание того, что сейчас с вами происходит, на 100% определяется вами. Человеческий опыт происходит изнутри, а не извне. Привилегия быть человеком заключается в том, что у нас есть разум, способный определять, что именно должно быть нашим переживанием жизни. Необходимо понять то, что мир преподносит вам. Не обязательно ваш выбор. Но что из этого сделать? Полностью ваш выбор. Я вижу, что люди, особенно в этой части мира, всегда заняты тем, что делят людей на хороших и плохих. на хороших парней и плохих парней. Кто хороший парень, кто плохой, все решено. Вы должны поэкспериментировать с этим. Подойдите к любому, кого вы считаете самым ужасным человеком на планете. И каким-то образом, что бы ни делало его счастливым, сделайте его счастливым. И тогда вы увидите, что в тот момент, когда он счастлив, он фантастический парень. Если вы встретите его, когда он несчастен, когда он расстроен, когда он каким-то образом не удовлетворен, он будет ужасным парнем. Но если вы встретите его, когда он счастлив, он будет фантастическим парнем. Люди ежедневно подходят ко мне. «Садгуру, я не могу работать с этим человеком, она такая ужасная, я не могу этого сделать». Я говорю им, «Понимаете, в этом мире существуют такие люди, такие, такие, такие. Это те люди, которые есть. Если вы хотите работать с идеальными людьми, вам нужно отправиться в рай. И сегодня же. Но если вы считаете, что то, чем вы занимаетесь, очень важно, вы должны научиться работать со всеми этими ужасными людьми. Так устроен мир. Если вы считаете, что то, что вы делаете, имеет значение, вы учитесь работать с разными людьми, и вы увидите, что ужасные люди будут делать замечательные вещи. Да? Как-то раз Шанкаран Пилай зашел на почту с огромной кипой розовых конвертов. Он принялся наклеивать марки на эти розовые конверты, прыскать духами и подготавливать к отправке. Почтальон увидел это и спросил, «Эй, что ты делаешь?» Тот ответил, «Это Валентинки. Я отправлю любовные послания одной тысяче человек с подписью «Угадай кто». Почтальон был озадачен, но зачем?» Он ответил, «Я адвокат по разводам». Дело не в поступке. Дело не в розовых конвертах, в словах любви и духах. Важно намерение. Придерживайтесь того, чтобы намерение в вашей жизни всегда было всеохватывающим, чтобы любое ваше действие включало благополучие окружающих. Тогда вас уже не будет беспокоить, что правильно, а что неправильно. Вы будете делать, что должно. Просто сделайте вот что. Прекратите разделять на важное и неважное. Если вы будете относиться с тем же абсолютным вниманием ко всему, вы увидите, что правильное действие — это очень естественный процесс. Но вы уже решили, что важно, а что не важно. Как вы поймете, что нужно делать? Половина мира уже отброшена, потому что это не важно. Вы обращаете внимание только на… Вы даже на кого-то смотрите внимательно, только если человек что-то для вас значит. Нет. Я рассматривал все, абсолютно. Каждую жизнь, каждую деталь, каждое движение, которое происходило в Земле или в воздухе. Не для изучения, а просто потому, что у меня есть глаза. Сегодня утром Солнце взошло самым чудесным образом. Распустились цветы, планета вращается по расписанию, даже Луна совершает свои циклы исправно. Вся галактика функционирует должным образом. В космическом пространстве существуют миллиарды галактик. Каждая из них исправно функционирует сегодня. Но у вас в голове завелся червячок мысли, и этот день становится плохим. Один маленький червячок мысли, пробравшийся в вашу голову, делает этот день плохим. Есть только две вещи, которые вы должны держать под контролем, ваше тело и ваш ум. Это два накопления. Если вы не отождествляете себя с этими двумя вещами, то всё будет прекрасно. Тело будет восхитительным инструментом. Тело подобно антенне для восприятия всего космоса. Сегодня с людьми происходит следующее. Они думают, что счастливы, но не знают, что такое радость. Их счастье строится на том, что у них есть то, чего нет у других людей. Не так ли? Предположим, что сейчас вы очень голодные, а я сытый и ощущаю себя счастливым, потому что у вас нет еды, а у меня, по крайней мере, есть что поесть. Это счастье или болезнь? Человечество страдает от этой болезни, которую большинство людей принимает за счастье. Разве не так? Еда — это хорошо для всех нас. Но если вы начали есть и не можете остановиться, тогда еда станет серьёзной проблемой. То же самое касается вашего телефона. Вы берёте его в руки и уже не знаете, когда остановиться. Поэтому проблема не в технологии. Проблема не в чём-то другом в нашей жизни. По сути, мы живём неосознанно. Мы живём компульсивной жизнью. Когда вы живёте компульсивной жизнью, тогда абсолютно всё становится проблемой. И уже нельзя выделить что-то одно и сказать, проблема вот здесь. Абсолютно всё становится проблемой. Все самые чудесные вещи, которые происходят в нашей жизни, превращаются в самые серьёзные проблемы, просто потому что мы всё делаем компульсивнее. Когда кто-то решает, какую одежду вам носить, что вы должны есть, где вам быть, это называется рабством. Но если от кого-то зависит, счастливы вы или несчастны, если от кого-то зависит ваш внутренний покой, это означает, что вы глубоко порабощены. Приятность тела, приятность ума, приятность эмоций и приятность энергий — это на 100% ваша ответственность. Никто другой не имеет к этому отношения. Что вы делаете первым делом с утра? Телефон. Делайте одну вещь. Просыпайтесь утром и улыбайтесь. Кому? Никому. Улыбка — это не про кого-то. Улыбка появляется, когда вы чувствуете себя определённым образом, не так ли? Да или нет? Если только вы не пиарщик, обученный каким-то трюкам. Обычно улыбка появляется, когда случается что-то внутри вас, а не потому, что кто-то стоит перед вами, не так ли? Поэтому первым делом с утра улыбайтесь. Это займёт 20 секунд. Хорошо? Если рядом с вами никого нет и некому улыбаться, тогда просто улыбайтесь. ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА Субтитры сделал DimaTorzok